За свою 40-летнюю карьеру Гир снялся в десятках фильмов, одни стали классикой, другие – коммерческими хитами, третьи – и тем и другим. При этом Ричард остался нормальным простым парнем, видимо, благодаря своему мировоззрению, буддизмом артист начал интересоваться с юношеского возраста. В чем его жизненная философия, и как повлияли на нее советы Далай-Ламы? В каждом человеке может быть загадка. А может, никакой загадки нет. Но это не моя задача – давать легкие объяснения, рассказав историю своей жизни. Не думаю, что судьбу любого из нас может объяснить история из его прошлого. Если рассказать истории сотен жизней, которые были у каждого человека, что-то можно понять. А одна прожитая жизнь не дает ничего – это явно слова буддиста. Дружба с Далай-Ламой помогает Гиру лучше понять окружающий мир. Между мной и человеком, которого я считаю своим учителем и другом – глубокая связь. Он тоже время от времени выходит из себя, расстраивается, нервничает, так же, как и все люди. Но он существует на высочайшем духовном уровне, о котором можно только мечтать. Сколько в нем терпения и щедрости, любви и сострадания, искренней ответственности за все, что он делает. Все эти качества он смог развить благодаря долгой внутренней работе над собой, а не потому, что кто-то помахал над ним волшебной палочкой. Это то, в чем я нахожу вдохновение. Ричард Гир активно занимается гуманитарной деятельностью. Что его заставляет это делать? Просто я способен привлечь к такой деятельности внимание, потому что журналисты немедленно о ней напишут. Ах, кинозвезда что-то такое сделала. Но я не делаю ничего особенного. А для того, чтобы влиять на мир, поступок не обязан быть большим. Если, входя в отель, я чувствую по отношению к себе любовь, душевную открытость и щедрость, то они передаются от меня тем, кто проходит мимо. Или, скажем, вы в ресторане видите, как нервничает официантка. Улыбнитесь ей, оставьте по-настоящему хорошие чаевые, скажите спасибо, помогите успокоиться. Иногда пустяк важнее всех тех проектов, которыми я занимаюсь. А чем он сейчас занимается? Гражданскими правами, вопросами здоровья и образования, но главный, конечно, тибетам. Мы переводим и печатаем книги по буддизму. Даем деньги тем, кто все это делает. Мы показываем картину сенаторам и конгрессменам, людям, которые имеют реальное влияние на политику. Переводим деньги организациям, которые занимаются проблемами бомжей в разных городах, штатах и странах. С чем связаны его мечты? Свои мечты я давно не связываю с профессиональной жизнью. Уверяю вас, на своем смертном Адре я не буду думать о фильмах. Голливуд уже не тот. Руководство принимает финансово-корпоративные решения, убивающие подлинное творчество. Правда, какие-то виды фильмов они погубили нефатально. Фильмы возрождаются в других формах, прежде всего в виде независимого кино. Я за полтора года снялся в четырех небольших по бюджету, но важных человеческих историях. Я никогда так активно не снимался, и не потому, что мне нужны деньги. Просто сейчас это редкость. Ричард Тифани Гир родился в Филадельфии 31 августа 1949 года. Бросил колледж, чтобы посвятить себя актерской игре. Работал в театре, сыграл главную роль в лондонской постановке музыкла Бриолин. Дебютировал в кино в классическом фильме Теренцо Малюка «Дни и жатвы». После картин на американский жигало стал звездой секс-символом. Был женат на супермодели Синди Кроуфорд и актрисе Кэрри Лаугл. В 2000 году у пары родился сын. Через 11 лет Ричард и Кэрри разошлись. Недавно общественность узнала, что Гир вместе со своей новой избранницей ждет малыша. Второй год он счастлив в браке с публицистом Алехандро Сильва, у них уже есть сын Александр. Гир не в силах скрыть своей радости. Он давно мечтает о дочери и надеется, что супруга подарит ему долгожданное счастье. Субтитры создавал DimaTorzok